Всем доброго времени суток, друзья! Мы вернулись в Клуб Романтики, потому что нас ждет финал первого сезона Тени Сент-Фора. Спойлеров написали! У-у-у! Прям по попе вам за это надо надавать. Какие спойлеры? Нельзя спойлерить никогда никому. Вообще запрещаю вам, понятно? Запрещаю спойлеры. Спойлерить нехорошо, спойлерить нельзя. Сегодня мы проходим первый сезон, поскольку уже вышел финал вообще, третьего даже сезона, то есть финал вообще этой истории. Мы с вами, конечно же, продолжим проходить. Я еще не знаю, в каком порядке мы будем либо миксовать голливудская история, либо нет. В общем, я чуточек-чуточек запуталась, но надеюсь, все будет нормально. Мы с вами все успеем пройти, торопиться нам некуда, мы никуда с вами не спешим. Короче, поехали. Я больше, больше уже не могу ждать. Ваша встреча была неизбежна, но кто из вас переживет ее? Ты или Писадейра? Хотелось бы, конечно, чтобы я, но настаивать, конечно, не буду. Мало ли что. На самом деле, у меня алмазиков так мало осталось. У меня осталось всего их сто. Реально, их не накопишь. Это просто качмар какой-то. Копить эти алмазы, это просто сплошная боль. А тратить деньги на них, ну, вы тоже понимаете, что это боль. Неоправданная. Последний бой. Это миссис Хилл держала в руках детские останки. Как думаете, моя версия может быть верной? Это кости ребенка Писадейры? Вполне возможно, но, Сара, Бобби, вы ввязались в очень опасное дело. Назад пути нет. Вы должны вернуть ей ребенка. Но как? Ну, в смысле, как? Закопать кости ребенка в ее могилу? Их нужно воссоединить в могиле, но просто положить его туда будет мало. За столько лет у Писадейры остался лишь образ. Ее искаженная земным бременем душа не узнает ребенка. Необходимо провести ритуал. Замиранием сердца ты слушала миссис Хилл, стараясь не упустить ни одной детали. Бобби стояла у входа, будто собирался сбежать любой момент. Миссис Хилл раскладывала предметы для ритуала, попутно рассказывая, зачем они нужны. И последний штрих. Ты должна быть в специальной одежде, чтобы образ проник через пустосторонний врата, и твой голос был услышан. У меня есть несколько вариантов. Выбирай. Конечно, у нее есть сильные варианты, кто бы сомневался. Атласный плащ. На этом все. Прошу, будьте осторожны. Вы с Бобби поблагодарили миссис Хилл и вышли на улицу. Ой, начинается жестяк. Я никуда не пойду, Сара. Ну, Бобби, ну хорош. Это безумие. А лучше умереть? Хочешь, убирай. Я тебя оставлю здесь тогда. Что мы творим? Ты действительно собираешься сделать все, что велела миссис Хилл? А что мне остается? Ты слышала ее, обратной дороги нет. Тогда иди сама. Ой, о, о, я так и думала. Хорошо. Ты взяла чемодан, который тебе одолжила миссис Хилл и пошла в сторону остановки. Куда ты? Я не буду унижаться, просить... А, просить его пойти со мной. Довольно. Не хочет его права. Ты действительно пойдешь сама... Это как я не хочу, не буду. Но это, понимаешь, это нужно. Ты можешь собрать свои силы в кулак, в два кулака взять вот так вот свои силы и пойти со мной. Ты отпустишь девушку одну, Бобби. Такой все из тебя искуситель. Да, я пойду одна. Сумасшедшая девка. Давай позовем Дерека. И какой смысл? Ты вспомнила, как он ухмылялся и закатывал глаза каждый раз, когда ты или Бобби заговаривали о чем-то сверхъестественном. На мгновение ты так взбесилась, что сама удивилась своим чувствам, но быстро подавила это в себе. Дерек все равно не поверит. Нельзя терять времени. А если с тобой что-то случится, я хотя бы буду знать, что сделала все, что в моих силах. Бобби стоял некоторое время, наблюдая за тем, как ты удаляешься. Вот черт! Меня подожди! Я так и подумала. Давна в тебя он вырвал чемодан из рук. Тяжелый же! Чего лыбишься? Ничего. Ты взяла его подругу, и вы пошли дальше. Нет, знаешь, Бобби сомневается, сомневается, но потом в итоге в нем, знаете, какая-нибудь искринка просыпается. Он такой, в приключение! Помогать! Побежали вперед! Вот это вот у него начинается. Так это хорошо, потому что одна я что-то, если честно, не рискую. На кладбище стояла оглушающая тишина. Что-то нашептывал едва уловимый ветер. Он пробирался под одежду, пронзая тело холодным потоком. Луна горделиво замерла на небосводе. Холодно и страшно. Скоро все будет позади. Ну, там впереди еще два сезона, поэтому это вряд ли. Ну, ладно. Ты осмотрелась. Писадейра может быть похоронена где угодно на этом кладбище. Куда же мы пойдем? Может, она в самом прям конце? Хотя, наверное, это вряд ли. Может, налево, затем направо. Оливия Круз, София Смит и Бигейл Джонсон. Не вижу могилы Писадейры. В самый конец кладбища? Дебора Томпсон, Сьюзан Уокер, Сара. Вот она! Ну, наконец-то. Блин, почему я подумала... Самый очевидный ответ был самым правдивым. Ну, ладно уже. Увидев имя на надгробной плите, ты замерла. Эйра Мария Писада. Как только ты произнесла ее полное имя, поднялся ветер, сорвав пожелтевшие листья. Где-то из глубины леса донесся вой волка. Бобби вцепился тебе в плечо. Прошу, давай уйдем, пока не поздно. Ты всунула ему в руку лопату, которую вы купили по дороге. Копай. Есть два типа людей. У тех, у кого дробовик заряжен. И тех, кто копают. Копай. Еще и командует. Цок. Чемоданчик послушно открылся. Ты осмотрела предметы, необходимые для ритуала. Держи этот чемоданчик. В нем ты отойдешь все необходимое. Для обряда тебе понадобится эта черная ткань. На ней, на нее, на ней, на ней ты положишь, ладно, на нее ты положишь остальные предметы, чтобы они стали единым целым. Ты достала темную материю и разложила ее перед собой. Зная, что нужно сделать в следующий момент, помедлила. Ох. Важно помнить, что такую темную силу можно прогнать лишь черной магией. О, нет. Ей необходимо жертвоприношение. Кровь исполнителя или животного. Ну, кровь исполнителя, это ладно, это же не смертельно. Под исполнителем вы имеете в виду... Все верно, Сара. В данном случае исполнитель это ты. Ты достала чашу, которую нужно было наполнить кровью. Это сколько там может в чаше быть? Это сколько крови надо? Руки сжались в кулаки. Посмотрела на Бобби, усердно копающего могилу. Пот уже стекался во лба, щеки зарумянились. Взгляд снова упал на пустой сосуд. Времени нет, надо решаться. Чью кровь налить? Свою. Я не могу поступить так живым существом. Ты медленно достала из чемоданчика специальный ритуальный нож. От прикосновения холодного лезвия к ладони вздрогнула и поморщилась. На счет три. А, наверное, это путь смелости. Раз, два, три. Ауч. Нож рассек ладони, из раны потекла бордовая кровь. Боль пронзила руку до самого плеча, в глазах потемнело. Больно. Ты сжала ладонь, вздрагивая. Чаша быстро наполнилась твоей кровью. Мне кажется, перерезать ладонь самое отстойное, что ты можешь придумать. Ты представляешь, ты этой рукой вообще ничего долгое время сделать же не сможешь. Но, с другой стороны, действительно, откуда еще порезать тогда кровь? Не знаю. Сара, ну ты даешь! Ты как? Все нормально. Быстро завязала порез. Несколько непроизвольных слез скатилось по щекам. Емкость наполнилась лишь наполовину. Ты достала змеиный глаз и проткнула его кончиком ножа, позволяя жидкости стекать в чашу. Готово. Вы держите ритуальную чашу. Следующий шаг. Бобби уже устал и немного замедлился, и все же могила была почти вырыта. Самое важное – прочесть молитву. Она на латыни, так что потренируйся сейчас. Миссис Хилл раскрыла перед тобой старую книгу с пожелтевшими страницами. Эксорито-те. Ох, нет, только не вслух. Ой, простите. На дне чемоданчика лежала книга мертвых. Та открыла ее на нужной странице, прошлась глазами по тексту и заговорила. Мама, родная, как сложная. Блин, а я сейчас что-нибудь тут не призову. Ладно. Эксорсио-те эмундисме спиритус, омнус инкурсио адверсари, омне фантасма, омнис легио и номени домини nostri jesu Christi erradiker. Вот примерно так я видела учительницу по химии в одиннадцатом классе. Ипсетиби императ куимари вентис э темпер тати бус эмпер цвит шлабам. Ну-ка. Снова поднялся ветер, вой волков затих, а затем с новой силой раздался со всех сторон. Что происходит? Не обращая на него внимания, ты продолжила читать. Ауди эрго эт таймес сэйтана и немис фидей хостис генерис хумани мортис аддуктор витает раптор мотис кондуктор витает раптор какое интересное заклинание джеститая вектинатор малорокс радикс куи кум парте как будто какой-то по-португальски и бога пахте эт отем спириту санкту вивит э регнандеус тут интересно чушь полная написана или что-то настоящее вот даже не знаю ну слова-то нет пером не сэс сэс сакула кае колар ням-ням-ням да эт кум спириту туо эмен теперь нужно поджечь дымокур он пыхнул ярким пламенем которое тут же чуть померкло дым клубился и поднимался вверх рассеиваясь Но чем дальше ты читала заклинания, тем плотнее установился. Вскоре дым поглотил почти все кладбище. Бобби был рядом, и все же ты не видела его. Словно ослепив, белая перена скрыла от глаз даже текст книги. Поддавшись панике, ты огляделась. Бобби? Я здесь! Вдруг ты заметила, как в перене замаячили тени. Они плясали, метаясь из стороны в сторону. Тени начали обретать явную форму, а ты смогла разглядеть Сэма? Сэма, ты-то что здесь забыл? Среди них были в основном женщины и дети. Многие плакали. Их рыдания слились в унисон. Хотелось закрыть уши. Из тумана кто-то или что-то сделала шаг вперед. О-оу. Волчара! Ай-яй-яй! Что происходит-то? Он набросился на тебя. Ой-яй-яй! Его пасть была у твоего лица. Челюсть замкнулась у самого уха, но ты вовремя увернулась. Нет! Сара, я не вижу тебя. Что происходит? Волк пытается сожрать меня. Бобби кинь лопату. Что в чем дело? Кидай уже лопату, блин! Лопата упала в метре от вас. Волк прижал тебя к земле, и его когти впились в плечи. Ой-ой. От боли слезы застилали глаза. Ты потянулась к деревянной ручке лопаты. Когти сильнее вонзились в кожу. О, нет! Нет, волк будто не собирался тебя убивать, а лишь удерживал. Ты дернулась еще раз, закричав от боли, и он вдруг взбесился. Ой. Клацнул зубами и впился в плечо, но не успел сжать челюсть, как... Бам! Удар лопаты отбросил его в сторону. Ты кое-как встала, держась за боли, раненое плечо и замахнулась вновь. Волк растворился в пелене так же, как и появился. Из тумана выскочил Бобби. Что здесь происходит? Он заметил твою кровавленную одежду. Ты цела? О, да, вроде как. Фу, успокоилась. Ты докопал? От боли не было сил даже говорить. Но адреналин понемногу привел тебя в чувства. Да, дальше только гроб. Вы подошли к могиле. Его надо открыть. Ты села, перекинула ноги над пропастью, но Бобби тебя остановил. Ты так потеряешь сознание. Секунду. Он спрыгнул вниз, протянул руки и помог спуститься. Спасибо. Вы осторожно открыли крышку гроба. Господи, что происходит? Ох, какая мерзость. Типичные ошметки, тряпичные ошметки и старые потемневшие кости произвели отталкивающее впечатление. А запах там, небось, какой. В могиле вроде ничем не пахло. И в то же время с каждым вдохом становилось дурнее. Засвистел ветер. Поднял пыль и метнул ее прямо в вас. Вы кашляли, задыхаясь и зажмурив глаза. И тут вместе с ветром раздался смех. О, это Писадейра. Это она. Сара. Да? Обернись. Ты послушалась, подняла голову и увидела чьи-то длинные пальцы, как чьи-то длинные пальцы сжали край земли. Затем показалась голова Писадейры. У, какая она стремная. Она, скрючившись, стояла прямо над своей могилой и наблюдала за вами. Ее черные глаза напоминали глаза насекомого, но таившего в себе большую опасность. От шока ты отпрянула и упала прямо на кости. О-о. Она прыгнула на вас. Одним движением швырнула на поверхность, будто вы ничего не весили. Бобби отлетел к дереву, ударившись головой и потеряв сознание. Бобби! О, господи. Писадейра медленно поднялась в воздухе, раскинув руки, а затем набросилась. Повалила тебя на землю. Она наклонилась... Она наклонилась, приблизила свое лицо вплотную. Упали пряди ее длинных, жестких волос, закрыв вас от остального мира. От затхлого запаха ты едва могла дышать. О-о-о, ничего себе. Она раскрыла пасть, и ты почувствовала бесконечный ужас, неконтролируемую панику, от которой никуда нельзя было деться. Ты стала вырываться. А ну отпусти! Писадейра удерживала тебя, чтобы ты смотрела в ее черные глаза, истончающие бездну кошмара. Она пугала и тут же питалась этим страхом. Жизнь начала покидать тебя. В помутненном сознании промелькнула мысль. Тогда в лесу ты так же боялась за своего ребенка? О-о-о, она засмеялась. В глазах потемнело. Бам! Писадейра откинула на несколько метров. О-о-о! Ты резко... Силы резко вернулись к тебе, и ты жадно вдохнула воздух. В чем дело? О-о-о! Лесник! Ты в порядке? Да. Лесник перезарядил ружье. Из живота Писадейры потекла кровь вперемешку с черной смолой. По-моему, она не ожидала, что так получится, да? Ой-ой-ой, она сейчас разозлилась! О-о! Мне не хватает! Она сейчас нападет! Нет! У вас нет этого опыта для выбора! Как жаль! Не рисковать! Лесник не успел убежать. Убежать! Писадейра поймала его, как мышку, подделав воздух. О, нет! О, нет! Она обхватила его грудную клетку и начала сжимать пальцы. О, нет! Нет! Лесник покраснел от боли. Он вырвался, кричал, метался, как в агонии. Она убила его? Так ужасно! Блин, да! Я поняла, к чему вы все это советовали. Я не знала, что так получится. Писадейра продолжала сжимать его ребра до хруста. А затем разорвала на части. Неееееть! Да, как обидно! А знаете, что самое обидное? Когда я принимала некоторые решения в игре, я не понимала, на что они влияют. На храбрость? Или на, ну, на смелость? Или на... Не знаю. Короче говоря, я не знала, что на что влияет. Вы делая выборы, я думала, что это храбрость, а это не храбрость. И, короче говоря, путалось все прохождение. Вы-то, конечно, молодцы, вы-то гайды посмотрели, ла-ла-ла-ла. Поэтому не надо ничего писать. Я ничего не могла с этим сделать. Я прохожу, как прохожу. Вы не смогли спасти. К сожалению, нет. Кровь так же, как и в ту ночь, брызнула во все стороны. От увиденного тебя затошнило, но времени на слабость не было. Пока она не добралась до тебя, ты побежала к костям ребенка. Мне бы только успеть. Невзирая на боль в плечах и тотальный ужас, ты ловко подхватила останки ребенка и прыгнула вниз к гробу Писадейры. От падения из ран снова потекла кровь и закружилась голова. Главное, не упасть в оборок, только не сейчас. Ты осторожно положила кости в гроб и закрыла крышку. Но как только ты закончила Писадейра, схватила тебя за волосы и потянула вверх, к себе. Как же больно. То есть, слушайте, я так понимаю, если бы я качала осторожность вообще в целом, весь сезон, то я все равно бы не смогла спасти лесника. И как я поняла по тому, что вы писали, дальше будут решения, когда, если у тебя прокачана сила, то ты не сможешь с помощью осторожности кого-то еще спасти. То есть, тут нет правильного решения, так я понимаю. Все равно кто-то на прохождении этого всего, ну, пострадает от того, что ты выбрала. Вот так я это поняла. Как же больно. Осталось прочесть молитву. Но книга далеко. Надо повторить последние слова. Как же я говорила? Спириту нет. Нет. Это то? А? Она начала биться в конвульсиях, я угадала. Пальцы ее скрутились, и ты упала на землю, освободившись. Писадейра продолжала кричать и вертеться, схватившись за лицо. Она будто хотела вырваться из своего тела. От ее крика с деревьев разлетелись все птицы. Блуждающие духи закружили вокруг вас, и плач, крики, голоса слились в безумную какафонию. Что происходит-то? С телом Писадейры начали происходить какие-то метаморфозы. О, миссис Бейкер. Она ослабла. Но почему заклинание не сработало? Она должна была воссоединиться с ребенком. Ох, да елки-палки. Писадейра в тени учительницы уже намеревалась наброситься. Но нечто врезалось в нее первее. А? Это мой бублик! Беги, говорит! Опять оно! Да беги уже! Этот голос раздался у тебя в голове. Было неясно, кричит ли подсознание спасаться, или это существо и есть твой ангел-хранитель. Это твой пес, глупая ты женщина. Ты же сама купила ему этот ошейник. Я не могу бросить Бобби. Он все еще не пришел в себя. Писадейра вцепилась в шею твоего спасителя. Они начали биться в смертельной схватке. Существо и Писадейра двигались так быстро, что сливались воедино. О, нить! Его крик протяжный и стошный оглушил тебя. Писадейра вдруг встрепнулась и скрылась в лесу. Что-то мне подсказывает, что она ушла залечивать рано и скоро вернется. Ты подбежала к израненному существу. Увидев, что ты приближаешься, оно подскочило. Я тебя не трону! С его шерсти стекала кровь. Оно вскочило на лапы, зарычав от боли. Рана в боку была очень серьезная. Писадейра возила когти прямо ему под ребра. О! Почему ты мне помогаешь? Я должна знать. Но животное все равно хотело убежать. Я могу! Могу, прошу, скажи! Не могу, ни хрена не могу! Господи, вот видите, вот видите? Ничего не могу. Я ни то, ни то нормально не прикончала. Господи, теперь я буду грустить, плакать и хочу домой. Ой, прости, иди, ты сделала шаг назад. Существо взглянуло на тебя, прежде чем скрыться среди деревьев. Короче, нам надо что-то одно реально с вами, ребята, качать. Вжих! Ветки начали трястись. Впереди начали трястись деревья. Ветки одна за другой трещали под... Трещали под чьими-то тяжелыми шагами. О, нет. Страх завладел телом, и ты, не думая... И, не думая, ты ринулась бежать подальше от этого осатанелого смеха. И все? Но оно... Но он тебя преследовал. Смех преследует, да, меня? О, нет! Ой, мать моя родная, что это с ней такое там? И наброситься на нее в ответ. Ну-ка, ты развернулась и рванула к ней. Она остановилась, махнула рукой, сбивая тебя с ног. Нет. Ты ползла назад, а Писадайра медленно приближалась. Когда ты подскочила на... Тогда ты подскочила на ноги и снова побежала. О, нет! Впереди был лишь обрыв, внизу текла бурная река. Я в ловушке. О-о-о. Она загнала меня в угол. Ой-ой. Ты огляделась в поисках оружия. Что взять? Ветку бревно, прогнившую... Полупрогнившую трубу. ХЗ бревно? Ну же! Ты пыталась поднять, но оно было слишком тяжело. Мне капец, да? Писадайра подошла совсем близко. Она приблизила к тебе черные... Да, и от страха я задохнулась. Короче говоря, явно не эти надо ее стукнуть. Возьми полупрогнившую трубу тогда. Получай! Самодельное оружие вошло ей в живот. Труба сейчас обломается. Ты развернулась и вы с Писадейрой поменялись местами. Теперь она была... Теперь она была на краю обрыва. Писадейра схватилась за трубу. Хотела ее вытащить, но ты ей не позволила. Не в этот раз! Ты толкнула ее ногой, она полетела в пропасть. Спарта, блин, понятно? На. Тишина. Неужели это все? Это не все. Ты подошла ближе. Писадейра упала на заступ. Она снова была похожа на миссис Бейкер. Все ее кости были переломаны. Изо рта шла кровь, но она все равно пыталась подняться. Что же еще не хватило для ритуала? Если она сумеет подняться, что же мне делать? Она подняла голову и вы посмотрели друг другу в глаза. Что это с ее лицом? Ее руки дрожали, губы раскрылись, будто она пыталась закричать и не могла, и глаза расширились от страха. В этом чудовище ты вдруг увидела человека, который боится умереть. Писадейра продолжала смотреть на тебя. Ее взгляд был проницательный. Она хотела тебе что-то сказать или показать. Хочу понять этот взгляд, конечно. Я хочу понять, что там. Дорого, конечно, капец. Ну а что поделаешь? Короче говоря, видите, как я поняла? Мы можем качать либо в смелость, либо в осторожность. А я не докачала, к сожалению, ни то, ни то максимально. То есть тут, видимо, вариантов особо-то и не было. Сами понимаете. Ты либо одно прокачиваешь, либо ты сможешь заговорить с существом, либо ты сможешь спасти лесника. То есть, видите? Но тут как бы не два смертельных выбора было. Но я так понимаю, что по прохождению в целом дальше будет иметь значение, качаю ли я смелость или осторожность. Но мы будем стараться качать смелость. Где это будет очевидно, на самом деле. Я была виновата. Ночь была темнее, но еще темнее было сердце Эйры. Ноги ее были в крови от острых камней и веток. Она блуждала по лесу уже около четырех часов. Херк! Херк! Мой малыш, мой мальчик! Она упала на колени. Слезы горячие текли по щекам. Оу! От холода тело Эйры было ледяным, как у покойника. Она обхватила себя руками в отчаянной попытке согреться и посмотрела на черное небо. Я виновата, господи, я виновата. И кара мне ясна. Но прошу, пусть он не расплачивается за это. Он один, в колодце, маленькое существо, едва начавшее жить. Что же я наделала? Это расплата за мои ошибки? Не произноси. Лжесвидетельствуй. Херк? Она слышит ребенка своего? Эйра побежала, не зная куда, и бежала до тех пор, пока силы ее не иссякли. Она упала на мокрую землю, осознав, что подняться не сможет. Оу. Мой маленький, мой маленький. Она задыхала, она рыдала, захлебываясь, срываясь на крики. Голос ее охрип, а слезы высохли. А ей вскоре плач перешел в безудержный хохот. Я умерла вместе с тобой. Этот смех мне не принадлежит. Что? Не произносила же свидетельствуй. Эйра ощутила, как что-то потустороннее щупальцами обхватывает ее тело. Обволакивает в кокон. Она вдруг интуитивно все поняла и задрожала от ужаса. Моя душа теперь в оковах кары. Эйра смотрела в темнеющую даль, и смех срывался с ее губ против воли. Не произносил же свидетельствуй. Так видение исчезло. Ты коснулась своего лица. Я плачу. Вы снова встретились с Писадейрой взглядом. Она пыталась подняться, и понемногу ей это удавалось. В кармане ты почувствовала веревочку. Я забыла вернуть ребенку его крестик. Вот почему ритуал не сработал, но не познали. Ты достала находку из кармана, и увидев знакомую вещь, Писадейра замерла. Это ваша. Ты помахала им, как приманкой. В ней появились силы. Она сжала в кулак выступ в попытке подняться, и он вышел. И он весь пошел трещинами. О-о. А зачем ты ее драздишь? Можно было просто побежать, нет? Вот глупая. Пока Писадейра не забралась на поверхность, ты побежала прочь, зная, как она... Что она двинется следом. Двигается следом. Тринулась через лес в сторону колодца. Сердце тревожно билось в груди. Оно сзади. Я слышу ее хриплое дыхание. Выброшись из пропасти, Писадейра набралась сил. Она снова приняла свой страшный облик. Точно ящерица, сбросив тело миссис Бейкер. Мисс, точнее. У самого уха ты услышала ее надрывный хрип и резко обернулась. О-оу. Она повисла в воздухе, расставила руки, собираясь сцепиться тебе в горло, но ты подбежала к колодцу. Посмотри! Писадейра не обращала внимания, продолжая приближаться. Ты сорвала с камней мох и листья. Посмотри, это колодец тот самый! Один из камней держался неплотно. Ты вытащила его и бросила к ногам Писадейры. Посмотри! Она опустила глаза, затем медленно подняла его. С одной стороны, он был холодный, даже немного сырой. Она провела по камне рукой, понюхала его. На ее глаза навернулись слезы. Место! Она узнала место! Писадейра упала на колени и начала опять смеяться. Она закрыла лицо руками и вдруг смех перешел в рыдание. Плечи чудовища тряслись совсем по-человечески, и слезы, хоть и черные, падали на камень. Ты подошла ближе и осторожно положила крестик. Писадейра подняла его, тоже понюхала и приложила к груди. Она вдруг озарилась ярким светом, поднявшись высоко над тобой. А что происходит? Света слепила, затем померк, показав Писадейру преобразившейся. Она воссоединилась с ребенком, наконец-то. Так вот какой ты была. Не касаясь ногами земли, она подплыла к колодцу, нагнулась и достала оттуда ребенка. Он мерцал так же, как и его мать. Может, так выглядят души? Писадейра прижала ребенка к груди. Послышался его смех, звонкий, счастливый. Она начала напевать ему песенку. А затем... Флышь! Она... Они погрузились в колодец, и оттуда вместо них вылетела стая ворон. Ты продолжала стоять на месте, но от бессилия ноги подкосились, и ты упала на колени, ощутив облегчение. Вот и все. Во время рассказа Кэнди дрожала и ерзала из последних сил, заставляя себя слушать. Но под конец она не выдержала и вскочила с дивана. Пойду прогуляюсь. Кэнди? Ты тоже встала, но Дерек схватил тебя за руку. Оставь ее. Но... Садись. Кэнди вышла из домика, хлопнув дверью. Бобби выглядел понурым. Пустые глаза... А, пустыми глазами он глядел в одну точку, не произнося ни звука. Но вдруг раздался его голос. Когда мы вспоминали все это, я будто снова почувствовал себя подростком. Будто снова испытал все это на себе. Он посмотрел на вас. Страшное чувство. Бобби сидел под деревом, потирая голову. Ты сидела рядом с ним и почему-то расплакалась. Пережитое вдруг разом нахлынуло на тебя. Нервы точно старая плотина не удержали поток эмоций. Прости, ты как? Тошнит, но в целом неплохо. Какой-то блеск привлек твое внимание. Что это? Ключи лесника. Лесника уже не вернуть. Это все, что от него осталось. Ключи звякнули у тебя в руках. Ты обернулась на Бобби. Он выглядел неважно. Руки его тряслись, когда он поднимал их к голове. Так я бы там вообще сознание нафиг потеряла. Я сейчас так завороженно прохожу эпизод, если честно, что, извините, я, может, мало чего комментирую, я просто, мне очень интересно, чем это все дело закончится. Что ж там дальше-то произойдет? У тебя тоже силы были на исходе. Истерика то и дело подбиралась в горло, но ты сдерживалась. Успокаивала одна мысль. Неужели все позади? По щекам снова потекли слезы. У Бобби оказалось сотрясение мозга, поэтому некоторое время он побыл в больнице, а затем лежал дома, не вставая с постели. С ранами на плечах от когтей волка тебе тоже пришлось не сладко. Вы с Бобби сказали всем, что на вас напал дикий зверь. Вам впервые удалось встретиться с друзьями лишь спустя неделю после той ночи, и теперь они ждали разъяснений. Беспокоясь, что у Кэнди опять начнется истерика, вы умолчали описать Дейрер и рассказали ей общую версию происшествия. Как же вы справились с волком? Вы с Бобби переглянулись. За полчаса до прихода Кэнди Дерек слушал реальный рассказ с удивлением и со скепсисом одновременно. Ты заметила его усмешку и потерянный взгляд, когда Кэнди упомянула животное. Он сам не знает, верит ли нам. Дерек из тех людей, которые доверяют только собственным глазам. Это воспоминание тебя бросало в холод, поэтому ты была рада, когда Дерек вдруг перевел тему. Бобби, лучше скажи, почему ты не в постели? Я уже устал лежать. В гостиную зашел Майкл. О, тут собрание? А что, мешаем? Дерек выпрямил плечи и глаза его горели в нескрываемой неприязни. Что это на него нашло? У тебя проблемы с агрессией, пацан? Так. Надо что-то делать. Коснуться руки Дерека. Мальчики, не ссорьтесь. Дерек замер и осторожно убрал руку. Ваши отношения с Майклом ухудшились. Да никто и не ссорится. Майкл усмехнулся, спрятал руки в карман и вызывающе посмотрел тебе в глаза. Дерек встал перед тобой, закрыв от Майкла. Ты благодарна ему улыбнулась. Зазвонил телефон. Но мы с Майклом и не начинали, Роман, так что. Майкл поднял трубку и, услышав голос звонившего, тут же напрягся, отвернулся, заговорив тише. С кем он говорит? А что у меня с алмазами? Я же только что их потратила. Не убей, не убей, как это работает. Я даже не знаю, сколько алмазов у меня сейчас есть. Да послушаем, с кем он разговаривает. Просто я вроде как потратила аж 30 алмазов, чтобы выяснить, что писадейра, писада эйра, ее похвати... Ну, тьма поглотила в лесу, когда она умерла или что-то такое. Я на самом деле не поняла. Может, лес просто мистический? Может, в этом весь замес будет? Типа лес мистический, события в нем мистические, ну... Ты смотрела на Бобби, но не слушала, сосредоточившись на голосе Майка. Чего тебе надо? У нас был уковор, а ты поступил как последний... Это не просто жульничество. Ты себя слышишь? Скажи еще, что я тебе шею... А, скажи спасибо, что я тебе шею не сломал. Никакой дружбы. Чтобы на метр ко мне и к ней не подходил, ты понял? А, он со своим этим другом, наверное, ругается. Не знаю, на что Майкл еще рассчитывает, но он очень напористый, если честно. Только попробуй ей рассказать, узнаешь, что с тобой сделаю. Майкл злобно повесил трубку. Обернувшись, он увидел, что ты наблюдаешь за ним. Ой. Он замер, затем медленно улыбнулся, сощурив глаза. У него кошачьи повадки. Не воспринимает ли он меня мышкой, попавшейся ему в лапы? Вы пробыли в гостях еще полчаса. У Бобби снова разболелась голова, и вы ушли, чтобы он мог отдохнуть. Кэнди долго нет. Да, это странно. Ты уже давно прислушивалась к звукам на улице. Беспокойство возрастало с каждой минутой, но Кэнди все не возвращалось. Дерек подскочил, его тревога передалась... И его тревога передалась вам с Бобби. Он открыл дверь, замерев, а затем выскочил из домика. Пробежал вокруг него и вернулся. Ее нигде нет. В смысле? Кэнди нигде нет. Нет, что-то произошло с Кэнди. Ой, второй раз с Кэнди что-то происходит, господи. Все, никак я не вкачаюсь, куда мне надо, если честно. Вы это тоже видели? Игра залагала. И ту историю, доп. историю Писадейра, которую я узнала, не сняла у меня алмазы. У меня их всего было 97. Это очень мне на руку. Спасибо, игра. Не, вы сами все видели. Я посмотрю, конечно, умножу награду, естественно. Ну что ж, ребята, финальная серия. Ты справилась с Писадейрой, но справишься ли ты с Зовом Сердца? Ой, я не знаю тени Сэндфора, понятия не имею. Надеюсь, справлюсь. А то я, если честно, даже нервничаю. У меня есть такое ощущение, что первый сезон закончится каким-нибудь сюжетным поворотом, от которого я офигею вообще. Выпаду в осадок, скорее всего. Школьная вечеринка. Прошло еще несколько дней, когда тебя вызвали на допрос. На этот раз с тобой пошла мама. Пока вы ждали в приемной, ты нервно перебирал журналы, заранее продумывая ответ на любой вопрос. Наконец, к вам подошел шериф и провел к своему столу. Думаю, ты понимаешь, почему я тебя вызвал. Он что-то говорил, но ты отвечала на автомате. Тебе не верилось, что все это произошло с тобой, поэтому ложь давалась легко. И ты в который раз повторила. Я не знаю. Сара, еще раз задаю вопрос. Ты говорила, что миссис Бейкер убила уборщика. Он действительно пропал, как, собственно, и учительница. Сара уже сказала вам, что ничего не знает. Хорошо. Шериф откинулся на спинку стула, порылся в бумагах. Пришли результаты теста на наркотики. У некоторых учеников замечены следы принятия наркотических веществ. Но нас озадачило кое-что другое. У Сэма и его отчима после смерти... После смерти? Отчим Сэма мертв? Вас это не касается. Его убила Писадейра? В общем, в их следы, в их крови был обнаружен определенный яд, который в малых дозах содержится в СИПИ-25. Это что? Наркотики, которые недавно стали производить в Сент-Форе или в округе. Нам пока неизвестно, где именно. Они добывают яд из этих цветов. А-а-а-а... Так. Знакомы эти цветы? Ты заметила на его губах легкую усмешку. На что вы намекаете? Следы этого яда были найдены в крови вашей дочери, миссис О'Нилл. Что? Этого быть не может? Мама, я ничего не принимала. Успокойтесь, доза слишком мала. Может, ты как-то соприкасалась с этими цветами? Я могу сказать, как есть, но поверят ли мне? Угу. Я нашла такой цветок под трупом Сэма. Странно, мы не находили никаких цветов под Сэмом в ту ночь. Ты пожала плечами. Шериф странно посмотрел на тебя, но больше вопросов не задавал. Да, ситуация, конечно, неловкая. Все что-то хотят знать, а мы ничего не знаем. Ну, точнее, мы все знаем, мы много чего знаем, но рассказать ничего не можем. Наконец, допрос был окончен. Когда ты вышла из полицейского участка, на душе было чувство облегчения. Все позади. Ты стояла у обрыва, слышая, как течет река. Платье развивалось, хлопая от ветра по ногам. Ты не спасла меня, а? Обернулась на голос и замерла, испугавшись. Миссис Бейкер мертва. У нее в руках были сжаты фиолетовые цветы. Она замахала ими перед твоим лицом. Посмотри, что ты со мной сделала! Нет! Миссис Бейкер подошла ближе и резким движением толкнула в грудь. Руки уцепились. Пытались уцепиться за что-то, но хватали лишь воздух. Это сон, да? Ты упала в пропасть. Осознание пришлось спустя несколько секунд вместе с чувством падения. Твой крик оглушительным эхом прошелся по округе. Нет! Так, знаете, что я хотела? Я хотела снять этот плащ, потому что он выглядит очень угрюмо. Да? Очень угрюмо. Можно как-то кофты и джинсы надеть все-таки, а то как-то не очень. Тишина. Теплая кровать, питомец на соседней подушке. Это сон? Просто сон. Ты посмотрела на руки. А? Они были в фиолетовой пыльце. Ты вскочила, почти в истерике отряхнулась. Надо поговорить с Бобби. Может, он что-то знает об этом цветке? Тук-тук, можно? Да. Скоро все начнется, а ты даже не оделась. Что начнется? Что же значит этот цветок? Ты еще не проснулась? Скоро начнется ваша школьная вечеринка. В честь открытия Америки Колумбом. Да, точно. Так и что же ты наденешь сегодня? Ты немного замешкалась, но настроение быстро поднялось. Типа, господи, какая-то магия, дичь происходит. Странные пыльца найдено в моей крови. Пыльца на моих руках после сна. О, одежда! Знаешь, и настроение поднялось сразу. Некоторые варианты стали доступны благодаря высокому имиджу. О, смотри-ка. Женственное, кокетливое или простое? Женственное платье. Детка, ты прекрасна. Сейчас еще прическу поменяю и буду прям точно прекрасна. А так. А теперь я понимаю, вот теперь готова на бал. Спасибо. Мне пора, иначе съедят все закуски. Удачи тебе, детка. Как странно, типа. Дорогая, ты спишь? У вас там вечер начался. Она что, весь день проспала или что? У порога мама остановила тебя и крепко обняла. Будь осторожна, ладно? Все будет хорошо, мама. Знаю. Беги. Да что ты там знаешь? Ты должна паниковать в ужасе вообще. Твоей дочери сплошные неприятности в этом городе. Было шумно. Многие уже танцевали. Кто-то незаметно подливал в пунш алкоголь. Сердце билось в такт ретичной музыки. Смех, голоса, сжигательные песни. Сент-Фор был горяч, как никогда. С трибуны послышался голос. Ты не видела его лица из-за темного освещения и толпы, закрывающей обзор. Эй, поднимите ваши руки, йоу. Прошло ровно 494 года со дня открытия Америки Христофором Колумбом. За Колумба три раза «Ура!» Крикнуть со всеми? Да. Ты набрала воздух и... Ура! Не слышу «Ура!» И все в унисон крикнули. Ура! Смотри, как она кричит. А можно было этого, наверное, и не делать. Ты рассмеялась, раздались оглушительные хлопки и посвистывания. С днем Америки! Это было здорово. Ты прошлась по залу, и понемногу настроение толпы передалось и тебе, и ты начала танцевать. Просто, знаешь, так странно. Столько всего произошло, как она вообще при этом может сохранять самообладание. Ты выпила один стаканчик пунша. Алкоголь, что там, видимо, намешали, ударил тебе в голову. Странное чувство внутри. Будто мне не хватает... Кого-то не хватает. Кого же мне не хватает? Люка нет, Майкла нет, может, Стефани. Мне не хватает Стефани, видимо. В толпе ты подошла к ней... А, ты нашла ее лицо и подошла к ней. Стефани, выглядишь бодро. В твоей компании по-другому нельзя, крошка. Ты крепко обняла ее, и она обняла тебя в ответ. Закружила в неловком из-за гипса танце. Нам надо еще выпивки. Эй, полегче. Как твоя нога, Стеф? Теперь вы со Стефани вместе. Вот так внезапно. Не хочу сейчас о ней. Она ударила по гипсу и вытащила оттуда маленькую бутылку с виски. А, да она мне нравится. Я тебе говорю, женщина умеет веселиться. Вот это уже другой разговор. Все-таки нет. Это правильно. Сегодня мы опьяняем от другого. Она повела тебя в самый центр и обняла за Тарию. Тебе говорили, что ты выглядишь сегодня просто сногшивательно? Стефани погладила твои бедра и медленно подняла руки и сжала твою грудь. Стефани! Здесь темно и много людей. Никто ничего не видит. Наплевать на всех. Прямо вот чтобы мама вообще окончательно в нас разочаровалась. Да ладно, поехали, господи. Ужны какие-то приключения в жизни. Вдруг опять залагают и алмазы не снимутся. Да нет, все равно так не будет. Это вряд ли. Это был один-единнадцатый раз. Больше мне так не повезет. Ты ответила на ласки, Стефани. Оу. Провела рукой по ее животу, коснулась губами шеи. В ответ она укусила тебя за ключицу. Заключицу укусила? Серьезно? Ну ладно. И ты задрожала от наслаждения. Все вокруг танцевали, а вы замерли, слившись в поцелуе. Такие мягкие губы. Она отстранилась. Мне хорошо с тобой. Это ведь не просто физиология, ведь так? Если бы это было так, я бы не была сейчас с тобой. Рада слышать. Она прижалась к тебе, вдохнула запах твоих волос, и вы снова поцеловались. На этот раз медленно, чувственно. Затем Стефани отстранилась, приподняла платье, оголяя загипсованную ногу, и пустилась в пляс, насколько могла. Прекрати, ты сейчас упадешь. Плевать, ты меня поймаешь. Началась медленная музыка, скрипив всех в пары. Стефани взяла тебя за руку и притянула к себе. Ну, какая музыка прям, реально. Ты когда-нибудь думала, что будешь встречаться с девочкой? Нет? И как ощущения? Я чувствую, что доверяю тебе во всем. Ох, Сара. В каком-то порыве Стефани крепко обняла тебя, но ты поняла, что в этих объятиях она нуждается даже больше тебя. Походу, она говорила, ну ничего, можешь пойти налево, а теперь я думаю, что нет. Ну ладно. Музыка оборвалась, и произошла заминка. В горле пересохла, пойду выпью пунша. У столика с выпивкой стояла Адель. А она пустила слух о нас с Майклом. Ей это просто так с рук не сойдет. Ты вспомнила все отчаяние и чувство унижения, которое испытала. Злость придала тебе уверенности. Адель, какого черта? В чем дело? Не прикидывайся дурочкой. Ты пустила слух о нас с Майклом. Неужели и откуда такая уверенность? Ты хочешь сказать это не так? Так ли это, что ты повелась на обаяние Майкла и повела себя как обычная? Всем и так ясно какая ты. Она повернулась к компании, которая с интересом следила за вашим разговором и многозначительно с ними переглянулась. Все рассмеялись. Не стоит отдавать себя за бесценок, тогда и слухов не будет. Что ты такое несешь? Таких дешевых девушек, как ты, она не успела договорить. Ты схватила стаканчик с пуншем и выпреснула содержимое прямо на Адель. Что ты творишь, сумасшедшая? Все замерли, но их лица застыла еле сдержимая улыбка. Вам смешно? Компания поспешно разошлась, чтобы не выдать своих эмоций. Пунш стекал у нее по волосам. Платье вряд ли удалось бы когда-нибудь отстирать от поставленных потеков. Ты! Она посмотрела на тебя с нескрываемой ненавистью. Казалось, она набросится на тебя. Думаешь, это я сказала? Она рассмеялась истерически и злобно. Ах, бедная девочка. Не знаешь, что происходит у тебя за спиной? О чем ты говоришь? Мне интересно посмотреть, как будут развиваться события. Чувствую, это будет призабавно. Но знай, что самые страшные враги скрытые. Она начала хохотать, но ее смех оборвался, как только подошел Люк. Не позорь себя. Я просто смеюсь, нельзя? Ты насмехаешься, а не смеешься. Она первая на... Идем. Не обращая внимания на ее попытки вырваться, Люк взял Адель за локоть и увел подальше от тебя. Дурдом какой-то. А что там происходит? Интересно, ну... Там вот там вот что-то же происходит, мне кто-то сказал. А что там происходит? Мне интересно, что там происходит. Непонятно. Кто там что про меня гадкое говорит? Музыка била по ушам. Люди толкались, забываясь в танце и алкоголе. Разгорячившиеся, выпившие старшеклассники веселились почти, как взрослые. В спортзале было душно, и ты решила охладиться. На улице воздух был свежий, даже немного морозный. Я вижу, вечеринка тебя наскучила. Если хочешь, уйдем. Да нет, все нормально. Стефани встала рядом с тобой и посмотрела на небо. Осторожно, будто стесняясь, она переплела ваши пальцы. Ты посмотрела на нее, но она продолжала неотрывно разглядывать небо. Хорошо, что ты приехала в Сент-Фор. Не говоря ни слова, обняла Стефани. Но за ее спиной у самого леса ты увидела фигуру и резко раз... Разомкнула объятия, уставившись вдаль. Нельзя было разглядеть, мужчина это или женщина, но ты почувствовала внимательный взгляд, обращенный на тебя. Что такое? Ничего, просто ты снова посмотрела на тропу, уходящую в лесу, в которой стояла фигура, но никого уже не было. Все нормально, может вернемся? Пожалуй, здесь прохладно. А что это было? Питомец сидел у окна, разглядывая освещенную фонарями улицу. Хозяйка будет нескоро. Пусть веселится. Лапочка. Ей пришлось многое перетерпеть. И со многим еще только предстоит справиться. Вместе с друзьями разгадать немало загадок. Проверить себя на прочность. Ей еще со многим нужно разобраться. Но найдет ли она в себе силы? Короткий финальный эпизод сейчас был. Ну ладно. Очень быстро как-то. Но допустим... Окей. То есть этот эпизод скорее был такой, знаешь, что наш так называемый насмотрел Сабрины фамильяр. Вот. Он говорит, что нас ждут еще много всякой фигни. Но это очевидно. То есть мы не заработали ничего за эту серию абсолютно. Только потратили алмазы. Ну что ж, друзья, это было очень интересно. Реально, это очень интересная история. Пока из всех, что я пробовала, она очень продуманная. Очень интересная. Необычные повороты в сюжете. Ничего не понятно. То есть тут нет прям драма, драма, драма. Как в моей голливудской истории. Но реально очень круто и очень интересно. Мне очень понравилось. А я вас попрошу перестать спойлерить в комментариях. Пожалуйста, пожалуйста. Это очень бесит. Очень бесит. Не забывайте, конечно, подписываться на стрим-канал на инстаграмчик. Обязательно, обязательно. Там столько всего интересного. Будет скоро. Пожалуйста, подписываемся. Все ссылочки в описании. Ну и, конечно, отдельное спасибо моим спонсорам, которых я вот, знаешь, вот тут, вот, в сердечке. Они вот здесь, они мне помогают. Несмотря ни на что. И я их люблю тоже, несмотря ни на что. Вот. Ребятки, всем спасибо за внимание. Пишите, пожалуйста, комментарии. Пишите, пожалуйста, по какому пути вы в итоге решили пойти. Смелости или осторожности. И мы с вами увидимся в других роликах. Всем пока.